Четвертый. Это стратегическое позиционирование гипотеза. И вот это критически важно. К этому рисунку мы еще вернемся. Вот такое ощущение. Смотри. Вот как я это понимаю, видение идеальная картинка, что я хочу, это что хочет собственник. По большому счету, он этот бизнес реализует как реализацию себя. А организация – это большая тень собственников. Внутренняя миссия, что мы хотим, мне кажется, вот именно здесь происходит стыковка моего «хочу». Хочу всех остальных. Хочу всех остальных. Где тут мой слон, какого слона я хочу рисовать в этой компании. То есть, это как раз вот именно здесь происходит стыковка. То есть, я для себя понимаю, что эта компания мне подходит. Я здесь как раз вижу, как я могу в этой компании достичь того, чего я хочу. Еще точно не вижу. Но я начинаю про это думать. Я начинаю так думать. Я начинаю так мыслить. Я начинаю говорить об этом. Здесь не кошечек рисуют, а слонов именно, вот условно. Да. Если я не хочу слона, я буду другим, кто будет кошечек. Да. Мы вообще признаем, вот этот вот уровень, мы признаем, что мы вместе двигаемся. Что мы двигаемся не по принципу должен, обязан. Иди, я сказал. А что я хочу, что мы хотим. То есть, вот мы просто… Для чего мы здесь все вместе. И что… Вот еще как бы спасибо, что ты напомнил. Я еще раз конкретизирую, что если для собственника верхний уровень, что я хочу, и он задает фактически то самое виденье, куда пойдет компания, однозначно он задает. И то для сотрудника – это ответ на вопрос высшей приоритет цели, как то, что я делаю на работе, ведет меня к тому, что я хочу. То есть, для собственника – это прямой вопрос, что я хочу. И вот это видение будущего компании. Для сотрудника – это виденье и понимание того, как то, что я делаю на работе, ведет меня к тому, что я хочу. Не совсем правильно, что вся реализация, получается, у собственника вообще нет ничего другого, кроме как бизнес. У него вся самореализация сводится к одной этой цели, и дальше все должно выставиться от меня. Мы же не должны забывать, что собственники – это тоже люди, у которых есть вопросы самореализации, как мы сами говорили, в чем по-другому. Да. И в духовном, и в социальном, и в прочих. Да. И тогда важно найти тот самый ответ на вопрос, почему ты занимаешься этим бизнесом для себя. Ну, то есть, в какой все-таки области метод бизнеса? Он лежит в материальном, то есть в физическом результате, в духовном? И тогда уже ответ на этот вопрос. А если он окажется самым банальным? Вообще, вот эта процедура ответа на вопрос и построение видения. Просто у меня ее нет. Да, я понимаю. Я скажу так, может быть, и хорошо, Елена, что ты задала этот вопрос. Когда мне впервые задали этот вопрос, в 2006 году, перед тем, как я познакомился с коучингом, моя реакция была такая, что я хочу, да вообще. Очень понятно, что я хочу. То есть, и плюс, да, 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 но этот вот ответ на этот вопрос, если он в 2006 года, в 2000, спустя полгода, меня вопрос перестал мучить, мучить. То есть, до этого, когда мне поставили, что я не внутри себя, не так, что я… Нет, другому человеку я всегда мог объяснить, что я хочу. Легко. Но внутри себя, самому себе. Внутри себя, самому себе. Через полгода он меня перестал мучить. Я примерно понял, что вообще я делаю в моей жизни. А окончательно, с пониманием видения, что я делаю, каким образом я делаю, как все стыкуется, у меня произошло 4 месяца назад. Вот 4 месяца назад пазл сошелся весь, до конца. И теперь все, что я делаю в своей жизни, включая вот этот момент, что я здесь сейчас стою и говорю то, что я говорю, входит теперь вот это вот понимание, ответ на вопрос и моё видение, что я хочу. То есть, я просто хочу этим сказать, что это непросто, но и несложно. И если у вас нет ответа на этот вопрос, это не страшно, это нормально. Это нормально. И искать на него ответ тоже нормально. И где граница конца ответа, это ваше собственное внутреннее спокойствие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...